Жили-были, а вы мне будете помогать, жили-были дедушка и... И вот однажды дедушка и говорит, испекла бы ты мне старая колобка. Она говорит, так из чего же испекут тебе? У меня ни муки нету, ни теста, ничего. А он говорит, ничего, по сусекам полетешь, по амбарам поскребешь и наскребешь муки. И вот начала она искать эту муку, по амбарам скребла, по сусекам мила, мила-мила, мила-мила, Пока, наконец, не нашла муки столько, чтобы сделать колобка. Вот сделала она его из стекла и положила она его на окошко студица. Хороший получился колобок, круглый, горячий, румяный. Лежит он на окошке, студится, а окошко решили открыть, да открыть пошире, чтобы воздуху больше было. А за окошком хорошо, как сейчас весна, солнышко греет, деревья распускаются. Видите, ребят, сколько листьев зелененьких сейчас появилось, да? Лежал колобок, лежал, 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 и вот, надоело ему лежать-то. Открыл он свои глазки большие, любопытные, смотрит в окошко, а в окошке воздуха много, птички летают. И решил он сбежать. Он взял он, да и укатился с окна. И покатился колобок путешествовать. Смотрите, ребята, внимательно, что дальше с ним было. А я вам буду это рисовать. Вот соскочил он с окошка, а домик далеко позади остался. Стоит домик, а бабка с деткой в нем живут и думают, что колобок их на окошке дожидается. Уже печку затопили, чтобы, если надо, подогреть его. А колобок катится себе и катится по травке зеленой. Сначала недалеко откатился, потом дальше пошел. И вот уж совсем далеко он радуется, что на свободе, наконец. И думает, а что же там ждет до меня? А что же там ждет до меня? И вот, ребята, было все так. Дома уж далеко не видать. Уже и лесок появился. И навстречу колобку. А вот кто к нему появится, сейчас вы сами узнаете и скажете. Смотрите внимательно. Правильно, молодцы. Ушастый, любопытный и очень-очень веселый. Смотрит он, кто же это катится такой? Пригляделся поближе. Смотрит, а это колобок. Никогда он еще таких вкусных колобков не видал. И говорит он ему, колобок, колобок, я тебя съем. А колобок успевался, говорит, не ешь меня. Косой, я тебе песенку спою. Ну что же, говорит заяц, договорились. Ты мне песенку пой, а потом я тебя все равно съем. Вот и запел колобок ему песенку. Говорит ему, я колобок, колобок, на сметане мешен, печку сажен, на окошке стужен. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от тебя, косой, и подавно уйду. И покатился колобок дальше. Только его заяц и видел. Катится колобок дальше. А лес все темнее становится. Елок понаставили, сосен всяких повырастало. И тропинка-то совсем узенькая-преузенькая стала. Вон какая. Катится колобок по ней. Удивляется, никогда он таких лесов густых не дыдывал. А там кустик растет. Кустик развесистый, красивый. А на кусту-то на том много ягодок разных интересных и листиков. Интересно стало колобку. Кто же это прячется-то за этим кустиком? Посмотрим. А вы смотрите и угадайте, кто там прячется. Сейчас посмотрим. А вот сейчас полковнимательней посмотрим. Волк или лиса, ребят? Ну-ка скажите. Точно. Волк зубами щелк. А он там подкараулился, сидит и ждет. Тоже мимо пройдет, чтобы его схапать. Вот он сидит. И как он обрадовался, когда мимо колобок проходить стал. Зубы свои оскаленный. А колобок сидит и говорит, колобок, колобок, я тебя съем. А колобок ему и говорит. Что, ребят, он ему говорит? Ну-ка. Не ешь меня. Кто? Волк. Не ешь меня, волк, говорит колобок. А я тебя возьму, да и песенку спою. А колобок говорит. Ну что же, ладно, спой мне эту песенку. А потом я тебя все равно съем. Развеселился колобок и начал петь. Я колобок, колобок, на сметане лежом, в печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. А от тебя, волк, и поздравно уйду. Покатился колобок, только его волк и видел. Катится колобок дальше. Катится он, катится. А лес уже в горы превратился. На горах растет. Вон какой, видите, горы высокие какие. И вот, а там, на полянке, стоит большое дерево. Дуб, наверное, или еще что побольше. Дуб. Вот. Видите, как он крону свою развесил. Листьев-то сколько на нем. Вот. И дубло большое. И кто-то там шебуржится. А вот кто там шебуржится, мы сейчас, ребята, увидим. Колобок тоже смотрел. Смотрел, так и не понял. Иди, вот. Посмотрим, ребятки. Вот он катится, катится. Любопытно колобку посмотреть, что же это за деревом такое находится. Вот. А сейчас, ребятки, будем дальше угадывать. Мишка, хвостунишка. Голодный приголодный. Злой призлой. Да. Вот он стоит за дубом. Да и говорит. Колобок, колобок, я тебя сейчас точно съем. Даже лапу свою большую поднял. А колобок ему и говорит. Ну-ка, ребят, помогайте. Что он ему говорит? Не ешь меня. Я ешь меня. Не ешь меня, медведь. На. Я тебе песенку спою. Правильно. И начал петь ему песенку свою. Говорит. Я колобок, колобок, на сметане мешом, в печку сажем, на окошке стужем. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. От тебя, медведи, подавно уйдут. А он развеселился, заслушался, уши развесил, да и укатился от него колобок, далеко-далеко во свалясе. Катится, катится он, катится, катится. А вот, кого он сейчас увидит, сами сейчас разберемся. Лиса. 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 Правильно. Лиса всего леса красав. Стоит она и смотрит, что за чудо чудное, диво дивное навстречу ей катится. Глазки у нее хитрые, веселые, и сама она тоже весела. Говорит, ей говорит ему лиса, говорит колобок, колобок, не буду я тебя кушать, а хочу я тебя послушать, как ты песенки свои веселые поешь. Разудалый. Ну-ка, стой. И начал колобок и петь. Стоит и поет. Я колобок, колобок, на сметане мешону, в печку сажен, на окошко стужен, я от дедушки ушел. Помогайте, ребята, от кого еще? Я от дедушки ушел. Я от зайца ушел. А еще как? От волка ушел. Потом еще от кого? А к медведю от тебя, лиса, и нехитро уйти. Правда? Она говорит, ничего не слышу я, колобок, вот сядь ко мне на носок и спой еще разок. Ял колобок, да и присел к лисе на носик. Сидит довольный, глупый-преглупый и поет ей песенку. Говорит, я колобок, колобок, на сметане мешон, в печку сажен, на окошке стужен, а лиса его оп и съела.